Татьяна Монакина и трудится в крестовозвиженском храме, и является прихожанкой. Она признается к помощи великомученика и целителя Пантелеймона, обращается часто. Прибегаем к нему в молитвах, вместе, не только по очереди, как мы приходим, но и как бы соборно вместе молимся на молебне. Сегодня батюшка читает Акафист, и вместе молимся, просим помощи. Святой родился в языческой семье в Некомедии. Свою жизнь он связал с врачеванием. Он стал христианином после того, как увидел ребенка, погибшего от укуса змеи. Он начал молиться ко Христу с просьбой оживить ребенка. Так, по его молитве случилось чудо, и младенец воскрес. Сам святой пострадал за веру. По указанию императора Максимилиана Пантелеймону отрубили голову. Сейчас святыня находится на Афоне. По словам клирика Крестовозвиженского храма Рязани Иерея Владимира Ермакова, подвиг святого служит примером и сейчас. Мы, во-первых, должны честно, открыто проповедовать себя, позиционировать себя как христиане. Мужественно проповедовать Христа, где мы только можем это сделать. Частица мощей была принесена из Зеяна Богословского монастыря, где находится постоянно. Архимандрит Авель Македонов доставил мощи с горы Афон. И у множества рязанцев появилась возможность поклониться святыням. Очень большой поток посетителей к нам. Люди приходят. Даже некоторые просто становятся здесь, читают Акафис на коленочках, со свечечкой, получают исцеление. Частица мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона пробудет в Рязани до 4 декабря. Мария Руда и Сергей Данилин. Телекомпания «Город».